Здравствуйте, друзья! В условиях вот этого военного противостояния, которое у нас нарисовалось с Западом, сравнительная эффективность, относительная эффективность каждой из сторон становится ключевым таким показателем не только в том, что касается, собственно говоря, военного противостояния, но и во всех остальных там, в частности, в мирной как бы области. Безусловно, у России сейчас появился шанс стать значительно более независимой от всех западных рынков, от всех западных, ну как бы от влияния западных вот этих вот американских в первую очередь структур. И для того, чтобы этим воспользоваться, нам, тем не менее, важно достаточно укреплять свои собственные познания и в тех областях, которые для американцев являются, с одной стороны, стороной такой уязвимости, это пузыри на фондовых рынках, с другой стороны, и основой их благополучия, потому что, насколько мы сейчас сами знаем, что формирование вот этого функционирования финансовой системы на Западе, связанной с рынками, связанной с механизмами рыночного перераспределения богатства, она является основой основ их нынешней финансовой системы. И поэтому мы из нее можем взять лучшее, использовать это лучшее, а все, что наносное, избыточное и ненужное, как бы оставить им. Подобного рода перераспределение теоретически можно через более эффективную торговлю на тех же американских фондовых рынках производить или на рынках криптовалют. Технические возможности для этого по-прежнему остаются. Мы внутри страны можем торговать частью американских инструментов, поэтому основной вопрос сводится к эффективности самих торговых методологий. И вот я попробовал записать... Так, прошу прощения, погода в Пушкине вас вряд ли интересует. Попробовал записать вот такое видео, где сразу три торговые системы генерируются сигналы на покупку и продажу по трем торговым системам. Для начала просто одним из самых популярных, и в то же время они немножко разные по своей содержательной такой сущности, трендовые, контртрендовые, там, реверсивные, как бы, да, системы. И посмотреть, как они работают, и, ну, как бы сделать такие закладки во многом на будущее, с точки зрения того, чтобы вот постепенно-постепенно переходить к анализу эффективности и к построению, собственно говоря, этой эффективности. Ну, во-первых, тут какие нам библиотеки нужно будет инсталлировать. Это Yahoo Finance сначала. Да, оттуда будут браться у нас котировки. Хотя вот, ну, здесь была у меня компиляция из нескольких кодов, поэтому вполне возможно, что кое-что здесь излишнее останется. Точно нам понадобится вот это, инсталлировать Pandas TA, Technical Analysis, да, и дальше, как бы, мы устанавливаем все эти библиотеки. И помимо этого устанавливаем Naipy, устанавливаем, импортируем, точнее, Pandas, импортируем Y-Finance, импортируем Pandas Data Reader Data, импортируем Pandas TA как раз, импортируем matplotlib.pipilot для того, чтобы график выводить в визуальные представления, и импортируем, и из DateTime импортируем Date. Да, выбираем сразу стиль, который у нас будет, графика всех использоваться, и, соответственно, я буду останавливаться на этом коде, если вам интересно, вы просто можете тоже в это время видео остановить, перезаписать то, что вас интересует. Дальше. Здесь вот очень удобная выбрана вот эта именно система постановки данных, потому что здесь достаточно просто менять тикер, достаточно просто поменять начальную дату, и мы будем получать те результаты, которые нас интересуют. Ну, единственное, что это здесь делается в виде данных ежедневных, да, то есть мы анализируем здесь ежедневные данные. Извините за голос. Дальше. Очень удобно, что здесь нам тогда уже ничего нам менять не нужно, потому что нам будет выдаваться данные вот по здесь, какой стоксимбол введем, потому и будут выдаваться. Ну, начнем с AAA, там есть некоторые нюансы, AA, есть некоторые нюансы, которые по какой причине это может быть интересно. Ну, выводится нам, то есть дата у нас будет GetMyPortfolio, стоксимбол, данные по ней, стандартное для Yahoo Finance представление, максимальная дата, максимальная цена, цена открытия, максимальная минимальная цена закрытия, adjusted clause, это приведенная цена закрытия в том случае, если был, например, сплит в этот день произошел, или какие-то другие явления, ну, и volume, объем, да, операции. Следующий момент. Начинаем писать один из индикаторов. Первый индикатор у нас будет соотношение 30 и 100 дневных скользящих средних. Стандартная история. Опять же, вот пока я говорю, вы можете как бы переписывать код, если эта часть кода вам, например, интересна. Можете просто это просмотреть как видео, не переписывая код, на ваше усмотрение уже, да. Значит, как у нас будут формироваться сигналы? Сигнал на покупку у нас будет формироваться в том случае, когда короткая скользящая средняя, в данном случае 30-дневная, пересекает 100-дневную скользящую среднюю с длинную скользящую среднюю. Соответственно, у нас будет формироваться сигнал на покупку. А сигнал на продажу у нас будет формироваться в ситуации, когда происходит пересечение в обратную сторону. То есть, когда 100-дневная скользящая средняя становится выше 30-дневной скользящей средней. Сразу скажу, что это базовая конструкция, что в действительности это реверсивная система, которую по факту торговать далеко не огромное такое преимущество и привилегия, но это не дает как бы устойчивого и хорошего результата, потому что необходимо еще более четко прописывать стратегии выхода. Но, тем не менее, значит, соответственно, ну вот опять же этот код весь можно переписывать, визуальный вывод кода будет у нас осуществляться вот в соответствии с вот этими строками кода, опять же при желании можете все это переписать. И, соответственно, у нас выводится график, значит, на этом графике мы как раз с вами будем видеть сами котировки, динамику цены закрытия, будем видеть с вами быструю скользящую среднюю SMA за 30 дней, за 100 дней. И здесь вот будут, соответственно, у нас видны сигналы. Зелененький сигнал на покупку традиционно, красненький вот здесь он тоже присутствует, сигнал на продажу, опять сигнал зелененький на покупку, красненький на продажу. Если с вами посмотрим на эту комбинацию, то увидим, что у нас был из двух сигналов на покупку, один был достаточно прибыльный и очень долго сохранялась позиция, открыта она была по ценам ниже 20, а закрыть ее нам бы нужно было по ценам в районе 60, то есть отработала достаточно неплохо. Кроме того, если по этой реверсивной системе мы бы торговали, мы бы открыли короткую позицию в районе 60 и при нынешней цене ниже 40 у нас тоже была бы прибыль, такая бумажная текущая прибыль от этой позиции. То есть вроде как отрабатывает отлично, один short в минус, один long в минус, один short в плюс, один long в плюс, но средняя прибыль по прибыльным сделкам гораздо выше, чем средний убыток по убыточным сделкам, профит-фактор должен быть достаточно хорошим. Но это частный случай. Дальше. Мы то же самое проделываем для второго индикатора. Для нас вторым индикатором будет MACD, тоже стандартный достаточно такой инструмент технического анализа. Вот как мы его можем провести, вывести на печать. Дальше промежуточный код. Описываем сначала. Дальше описываем код именно в части с торговой стратегией для MACD. Опять же, видео длинное уже получается, поэтому буду ненадолго останавливаться. Это все просто можно ручками переписать. Особенно первый раз, если вы это делаете, то это имеет всяческий смысл. Потому что сразу же четкое приходит понимание о том, какие именно торговые правила. И так вы начинаете запоминать, как все это пишется. Следующая страница кода. И выводим графическую часть. Так, это была вот эта часть. Останавливаем, переписываем, либо двигаемся дальше. И, соответственно, мы получаем график, где у нас выходы гораздо более множественные. Такие сигналы именно по этой торговой методологии. Ну и, собственно говоря, сам график MSDA, чтобы мы могли его видеть и примерно ориентироваться, где и как, что происходит. Довольно удобный в этом отношении код, поэтому могу его порекомендовать. И, наконец, здесь он более такой, получается, связанный методологией с перекупленностью, с перепроданностью. Но тут нужно тоже прекрасно понимать, что, ребят, на самом деле перекупленность является частью любого восходящего тренда. И поэтому, если на тренде вы будете торговать индикаторы перекупленности и перепроданностью, то у вас может возникнуть вот такая будет... Не может, она будет все время возникать, такая ситуация. Когда, если тренд идет... Когда будет множество ложных сигналов. Потому что именно, что вот здесь у нас, допустим, будет перепроданность, ну такая краткосрочная, но по факту эта перепроданность будет являться признаком просто растущего тренда. На растущем тренде, особенно первая фаза, когда его начинается, то будет очень много ложных сигналов для коротких продаж. И поэтому моя рекомендация состоит в том, чтобы отдельно анализировать длинные результаты по длинным позициям и отдельно результаты по коротким позициям, по коротким продажам. Тогда вы более четко сможете составить себе представление, а стоит ли вообще заниматься короткими продажами. На мой взгляд, в 90% случаев этого делать не стоит. Такие соблазнительные периоды, как сейчас, когда вот корректировка идет, как бы разрушение пузыря происходит, они происходят нечасто. И вот в таких ситуациях, когда вы видите наличие пузыря, неэффективный рынок, тогда короткие продажи еще можно включать пытаться. Но это тоже требует определенного довольно мощного такого тайминга. И поэтому на самом деле это уже, знаете, такой мастер-строк, более-менее высший пилотаж. То есть, этому не стоит пытаться делать этого с самого начала, потому что пузырь, он долго формируется. Это редкие стратегии, поэтому вот как бы сами стратегии шартов, это, ну, такая опасная действительно штука. Тем более там падение происходит очень быстро, стремительно, но его и ловить сложно, и закрывать как бы необходимо очень быстро. Ну, в общем, это тяжелый хлеб такой. И дальше, третья стратегия, это Bollinger Bands. Но, в отличие от классического прочтения, я являюсь сторонником более, ну, такой другой стратегии торговли Bollinger Bands, когда вы открываете длинную позицию не в той ситуации, опять же, не ориентируясь на перекупленность, перепроданность, да, и не ориентируясь на две сигмы, два стандартных отклонения, а ориентируясь на то, что это, если, когда цена закрытия пересекает верхний Bollinger, Bollinger, да, то в этой ситуации и этот Bollinger с одним стандартным отклонением, да, то это указывает на то, что бумага может войти в рынок, в тренд, что у нее достаточно сил, чтобы войти в тренд. И наоборот, когда цена пересекает нижний Bollinger, опять же, с одним стандартным отклонением, то есть нижний Bollinger уходит ниже, цена, цена уходит ниже, чем Bollinger, то в этой ситуации может быть довольно неплохой сигнал для короткой продажи, если мы ориентируемся и имеем дело с трендовыми стратегиями и с трендовыми бумагами. Если время позволит, сейчас мы там рассмотрим. Так, и дальше мы выводим все это дело тоже на печать, но на экран. Останавливайтесь, если надо, переписывайте. И, соответственно, у нас получается вот такой тоже график для Bollinger Bands. Да, здесь мы с вами можем видеть, что, ну, чуть-чуть лучше ловит такие длинные циклы, довольно хорошо работает в первой стадии, но для этой методологии нужен тренд. То есть, если тренда нет, то она будет сливать деньги, потому что будут ошибочные сигналы, такие как вот на нисходящем тренде, например, здесь сигнал на покупку, да, который потом приходилось открывать еще больше, по более низкой цене, там, короткой продажей. Либо на самой верхушке тренда могут быть сигналы в продолжение тренда, хотя на самом деле уже близко к разворотной ситуации, близко к развороту. Поэтому на самом деле эта методология тоже требует определенной такой доработки. Ну и, наконец, последняя как бы штука, для того, чтобы мы могли хотя бы посмотреть текущие сигналы, которые формировались недавно, в последние пять торговых дней, то мы можем все вот эти данные сигналов на покупку, в данном случае это buy signal price, это для скользящих средних, sell signal price для скользящих средних, а дальше все понятно из индикаторов, надо будет чуть-чуть поправить здесь. То есть это для MACD, MACD покупка, MACD продажа, Bollinger Bands продажа и Bollinger Bands покупка. И, соответственно, мы с вами можем видеть, что по этой бумаге у нас не было сигналов в последнее время. Ну давайте на секунду, на минуту еще займу ваше внимание. Поставим для любителей скрипты, посмотрим, как B2C против доллара. Запускаем весь код после, чтобы на отдельные не кликать. Так, предварительно смотрим, как это отрабатывает. Вот видите, как здорово, как бы отработали длинные скользящие средние. По десяточке как бы дали, ну, пересечение двух скользящих средних. По десяточке дала вход, в районе 40 дала выход. Но опять же, вот запоздалая, как бы, да, реакция. Длительное время уходит, то есть надо ловить как-то пытаться, как бы, может быть, пораньше. Но зато потом вот сигнал на покупку в районе где-то 48 и пропускает система. То есть было движение выше, была возможность закрыться выше 60. Но именно эта система, она такая запаздывающая. И она сигнал на продажу дала только в районе, опять же, 48. Потом опять по 48 где-то приблизительно в этой зоне дала сигнал на покупку. Опять же он ложанул. И уже только относительно нормально отработал сигнал на продажу ниже 40. Где-то по 38, как бы. И сейчас текущие котировки ниже 20. Поэтому система, ну, относительно такая рабочая. Но в то же время мы с вами видели, да, там полгода можно было присидеть в минусах, если ее торговать. Или в нулях, по крайней мере. Ну, по MACD тоже на определенных этапах, на растущем тренде всякий гений. Поэтому там, как бы, методология чаще, как бы, работает. Но, опять же, тут тоже могли быть такие эксцессы некоторые, когда ложные сигналы на короткую продажу. Быстро все это просматриваем. Просто до Bollinger of Bands добираемся. И здесь мы с вами видим, что в условиях боковика появляются множественные ложные сигналы. А в условиях тренда система отрабатывала очень хорошо. Но, опять же, на мой взгляд, стоит отказаться в значительной степени от коротких продаж. Больше сосредоточиться на длинных трендовых стратегиях. Итак, и смотрим здесь, есть ли сигналы. И видим с вами, что у нас появляется сигнал в разделе MACD by Signal Price. То есть за последние 5 дней, вот как раз 13 числа, этот сигнал появлялся. И также видим, что MACD Sell Signal Price тоже появляется сигнал. Один из них был 12-го. А один появился вот уже вчера, фактически, 15-го числа. Поскольку цены закрытия анализируются. И что мы с вами видим? Сигнал на покупку был ложным. Потому что сейчас цены ниже находятся. И сигнал на продажу 12-го числа тоже был ложным. Ну, что, собственно говоря, от MACD частенько стоит ожидать. Быстрые сигналы, но не всегда верные. Извините, что получилось такое длинное видео. Все-таки три торговые системы. Не могу избавиться от многословия, безусловно. Но надеюсь, что, возможно, для тех, кто из вас приходит на рынок долго и серьезно, вы найдете этот код для себя полезным. Спасибо всем огромное. Хорошего дня. Удачи. Дальше постараюсь решить задачу составления корреляций между результатами различных торговых систем. Для того, чтобы посмотреть, какие сигналы друг друга могут взаимно дополнять. И, возможно, там, допустим, одна торговая система имеет профит-фактор не слишком высокий. Но в сочетании с другой торговой системой, их результаты могут оказаться чуть более привлекательными. Или существенно более привлекательными. Ну, и, безусловно, необходимо еще искать точки выхода для довольно неплохих сигналов на вход. Спасибо огромное. Всем удачи. Хорошего дня.